Это утро под серебряным дождём. — Очень хорошо, кстати, работаю, должен заметить. — А вы, кстати, переехали? Или нет ещё? — Нет. — Потому что я помню, что был разговор вроде, что хотели менять помещение. — Нет. — Понятно. Зато удобно приходить всё по тому же адресу. — Однозначно. Галерея моя находится в Кьюби, это минус второй этаж отеля Карлтон, Тверская 3. Академия находится по всему миру, это онлайн. — Мы, как говорится, в ожидании чуда, когда у нас будет своё пространство, чтобы мы приглашали туда наших посетителей. А также называется выставка в Еврейском музее, которая посвящена Шагалу, о которой мы сегодня с вами будем говорить. Она называется «В ожидании чуда», посвящение Марку Шагалу. Выставка открыта до 12 января в Еврейском музее в Центре толерантности, один из самых моих любимых музеев нашей страны, у которого восхитительное расписание, потому что музей работает по понедельникам. Поэтому если вам в понедельник приспичило сходить в музей, а все основные музеи закрыты, еврейские музеи ждут вас. Но не работает по пятницам и открывается вечером только в субботу, ибо шаббат. Ну, это да, это святое нельзя, конечно, это мы все знаем. С пятницы с шести, наверное, до шести... Ну, пятницу всю не работает. Всю не работает пятницу. Ну, понятно. А почему оттуда название? Давай от этого. Выставка роскошная, она идёт, по-моему, с лета. Её продлили до 12 января. И я рекомендую туда пойти не только для того, чтобы самому влюбиться в Шагала, но ещё, чтобы ваши дети стали фанатами этого художника. Выставка понравится очень детям, потому что она интерактивная. Там можно, например, покидаться шагаловскими селёдками. Вау! Да, не буду сейчас спойлерить, просто приходите для того, чтобы примерить на себя маски, посмотреть на литографии, там есть несколько оригиналов, и, конечно же, почувствовать, что это за человек был такой прекрасный, Марк Шагал. Мы сегодня немножечко о нём поговорим. Немножечко, потому что хотелось бы о нём говорить вечно. Ну, или хотя бы часика два. У меня сегодня как раз в Еврейском музее вечером будет лекция на тему «Шагал как иммигрант». Очень такая актуальная тема. Лекция часика эдак на два, а у нас сегодня этих двух часов нету, и поэтому мы сегодня галопом по Европам, по его перемещениям, по городам и весям, потому что он жил в Российской империи, жил в Европе, жил в Америке. Такой вот настоящий полноценный иммигрант. Ну, как раз галопом по Европе. Кстати, а попасть ещё на лекцию на твою сегодня можно? К сожалению, нет. Это уже вторая лекция в Еврейском музее, посвящённая Марку Шагалу. На первую лекцию мы продали билеты за 20 минут, 140 мест. Это были ученицы моей академии, где я учу искусствоведов. Мы выложили анонс у нас в учебных чатах, и всё. За 19 минут. Это приятно, очень приятно. И Еврейский музей попросил повторить ещё раз лекцию, чтобы другие люди, не только те, которые учатся у меня в академии, тоже смогли посетить. За один день были проданы все билеты. Может быть, мне уже путешествовать по России? Воронь, Шлипецк? Я не знаю. Вполне возможно тур. Долгострольный тур, исполни. Я читаю лекции об искусстве уже лет 20. Очень долго. И мне кажется, нужно уже... А у тебя впервые такой вот ажиотаж имеют? Нет. Всегда очень быстро раскупают билеты. Но чтобы за 19 минут и за сутки, да, мы не делали даже анонс у меня нигде в социальных сетях. Аналогичные у тебя случаи были в вашей практике? Ну, то есть, когда ты посвящала кому-то лекцию или чему-то лекцию, там быстро всё продалось. Ну, когда я в социальных сетях делаю себе анонсы, да, потому что я редко довольно-таки уступаю, покупают. Но тут просто незнакомая аудитория купила за сутки вот эта вторая лекция, которая сегодня... Необычная история. Мне кажется, здесь вот эта притягательность имени Марка Шагала ещё, не только мой опыт, а и мой талант лектора сработал. Это просто Марк Шагал. Его любят практически все. Многие не понимают, но любят многие. Я очень классную цитату театрального критика Бориса Зингермана, хочу вам сейчас зачитать, она как раз об этом. «Анализировать искусство Шагала очень трудно. Его легко полюбить и почти невозможно объяснить». Вот если посмотреть на его картины, что мы можем там видеть? Невесты, как правило, не летают над городом. Ну, вангард, да. Но вангард, он обычно такой какой-то жёсткий, крёсткий. А у него нет. А у него про любовь, про ностальгию. Романтический. Это бытовой даже какой-то, я бы сказала. Да. Если вот посмотреть его работу, которая висит у нас в Третьяковской галерее, пролетая над городом, там очень яркая бытовая деталь. Да, да. Забор. Мы все её помним. И под забором сидит какающий мужик. Ну, это же прекрасно. Это так естественно. Это так естественно, да. Давай сейчас прервёмся, Надя. Послушаем мы, кстати говоря, Луиса Хенрики Лысин Цуми. Плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три три три. Координаты этой студии. И мы даже не приблизились к тому, чтобы раскрыть тему. Да, да, да. Мне показалось, что сказали. Предлагаю вернуться к Моисею Хацкелевичу. Так ведь его назвали, Марк Захаровича. У него фамилия Шагал, но по-настоящему это не его фамилия. У него изначально фамилия отца звучала как Сегал или Сагал. А потом просто фамилию русифицировали. И он стал Шагалом. И, конечно же, он не был Марком. Это очень приятно, что вы подсветили этот момент. Спасибо. Потому что нам все-таки нужно сдвинуться, да, с места обсуждения пикантных деталей на его картинах и перейти к обсуждению его жизненных перипетий, как он перемещался из одной стороны в другую. Он прожил почти сто лет. И в 35 лет он принял решение покинуть Россию. И стал с тех пор таким вечным эмигрантом. Но я думаю, что сегодня, как мы очень долго запрягаем, мы сможем охватить, скорее всего, тот период, который касается его проживания в Российской империи. Он 35 лет своей жизни прожил на территории современной России и Белоруссии. И этот период очень большое значение оказал для всего его творчества. Он в 1887 году родился в Витебске. И его отец, он всю жизнь работал в лавке. Сначала был просто человеком, который круглосуточно проводил время в близком контакте с селедкой. Потом он стал приказчиком. То есть у него какая-то карьера все равно была. Мама у него занималась с детьми. У него было много братьев и сестер. Получается, он, еще один брат и шесть дочек. Ух ты! Марк был старше. Ну, понятно, это такая ортодоксальная еврейская семья. Он был хасидом. Это такое направление в еврействе. Они очень любили двигаться в сверхъестественном. Они двигались в радости. И продолжают двигаться. Это направление до сих пор существует. Вы можете посмотреть, например, в Ютубе. Танцы хасидов. Это что-то невероятное. Это супервеселые танцы. И иногда, когда грустно, могу включить хасидские танцы и потанцевать вместе с ними. Особенно, если мужские посмотреть, это просто что-то невероятное. И ему была уготована жизнь такая же, как у отца. Он мог быть только продавцом селедки или приказчиком. Но он решил стать художником. Он однажды увидел, когда учился в ремесленном училище, как его сокурсник рисует. Нужно понимать, что для еврея живопись – это запрещенная категория. Потому что есть так называемая вторая заповедь, где описано, что нельзя изображать всё живое, кроме растений. Человека и животных изображать нельзя. И для его семьи это было, конечно, такое событие, что сын хочет стать художником. Но его мама, которая имела решающее значение в его карьере, она решила, что всё-таки нужно дать шанс ребёнку. И есть очень хорошая книга, которую я рекомендую вам и нашим слушателям. Называется «Моя жизнь». Это автобиография Шагала. И он очень трогательно описывает тот момент, когда его мама пошла к Юдели Пену. Это преподаватель и художник, который жил как раз в Витебске. Чтобы понять, вообще, нужно сына отправлять учиться на художника. И она его спросила, пришла к Пену и спросила его, есть ли талант у моего сына. Если талант нет, мы просто уйдём. И Пен сказал, что определённый талант есть. И она ему поверила, и сына оставила в школе. И если бы не мама, у нас бы не было бы Марка Шагала. Я всегда люблю подсвечивать вот эти моменты, потому что они очень вдохновляющие. Если бы не моя мама, я бы не стала искусствоведом. Потому что она меня отвела учиться в оружейную палатку, когда я была ещё юной девочкой, в седьмом классе училась. Она поверила в то, что у меня есть будущее в искусстве. Если бы не некоторые мамы, мы бы не имели бы роскошных художников в истории искусства. Ещё очень интересно, что мама поймала в студии Пена какого-то студента и начала спрашивать, приличное ли это дело художества. Рисовать. Да. В общем, может ли это деньги какие-то приносить? Ну, наша еврейская мама. Естественно. И этот ученик сказал, что дело приличное, но так себе денег не особенно приносит. Но всё равно мама решила, что нужно сына поддержать. Наши слушатели уже упоминают книгу «Моя жизнь». Это роскошная книга. Пришла уже смс, кстати, и вопрос тебе в свете этой книги. Расскажите, пожалуйста, Настя, всё же бедно он жил или нет? Он в этой книге пишет, что не выпускала хлеба с маслом из рук. Простите. Одновременно с этим указывает, что семья была бедной. Хотя отец многим владел. И далее даже так. То он спал в углу с годовалой дочерью, и их чуть ли не снег засыпал. То на фото я бы не сказал, что это были бедные люди. Шагал, он же художник, поэтому его автобиография – это тоже его произведение искусства, только литературное. Семья Шагалов не жила роскошно, но нужно понимать, что у них был дом, который они купили. Этот дом до сих пор сохранился. И его можно посмотреть. И если у тебя есть возможность построить дом, купить дом, соответственно, финансы у тебя какие-то имеются. Но они не шоковали. Поэтому здесь он немножечко усугубляет ситуацию. Но дом был, и под снегом спать не приходилось. Ну, вот Валерий ещё интересуется по поводу рассказать про отъезд в Америку, что там за происшествие было, когда его арестовали немцы, где можно об этом почитать. Мы, наверное, дойдём до этого. Надеюсь, что мы дойдём. Потому что мы ещё пока в Витебске. И мы ещё никуда не переехали. Я имею в виду биографию Марка Шагала. Так вот, он учится у Пэна. Но Пэн такой художник салонный, академический. А Шагалу хочется другое писать. И как говорит моя дочка Софа, шестилетняя, ему там было скучно. Очень ему было скучно. И он решил, что нужно ехать в Петербург. Потому что это столица искусства в Российской империи. И он приезжает туда, но вынужден в первое время жить полулегально. Дело в том, что в Российской империи евреи обязаны были жить за чертой оседлости. Вот в этих местечках. Витебск – это как раз местечко. Это то место, где евреи имели право жить. И ведь на жительство можно было получить еврея только если ты заканчиваешь университет. Если ты становишься купцом первой гильдии, ну это такой трек довольно-таки сложный. Или если ты учишься в университете. А, если ты отслужил в армии. Ну это тоже очень большой трек в Российской империи. И в остальное время можно было приезжать в Петербург только по каким-то определенным заданиям. По делам. Да, по делам. То есть ты должен быть командирован кем-то и находиться там определенное количество времени. Уважительной причины у Шагала не было. И ему нужно было найти это разрешение временное на пребывание. И он познакомился с Григорием Гольдербергом. Голь... Гольденбергом. Пахлящего по парад. Гольденбергом. Это был адвокат, который в него тоже поверил. Вот это такая особенность Марка Шагала. В него всегда верили люди. И встречались потрясающие персоны на его пути, которые ему помогали. И тот как будто берет его к себе на работу. И Марк Шагал легально живет и учится в Петербурге. Это оказало какое влияние на его творчество? Это оказало на него большое влияние, потому что он начинает вариться в этой тусовке. Он начинает себя проявлять как художник. Он пошел учиться в рисовальную школу общества поощрения художников. Ему там не понравилось, потому что было скучно. Но он там познакомился с Рерихом, который ему преподавал. И тот его отмазал от армии. Опа! А это очень важный фактор, потому что потом началась Первая мировая война. И в принципе он мог как бы все равно каким-то образом туда попасть. Хотя время это еще такое раннее. Но все равно у него хорошо складывалась его судьба благодаря вот этим людям. Сила нетворкинга, вот эта цепочка полезных контактов помогла Шагалу познакомиться с Леопольдом Севом. И Сев стал одним из самых первых покупателей Шагала. То есть у него уже, у юного художника уже в Петербурге начинают продаваться картины. И он уже начинает набирать вес. И он знакомится с Бакстом. Бакст – это художник из объединения Мир Искусства, который в тот момент уже был таким состоявшимся персонажем. Вы его можете знать по дягилевским сезонам, по дягилевским балетам он их оформлял. Он тоже был евреем, но он активно вытравливал из себя все иудейское. И хотел быть таким космополитом. Он хотел быть таким светским человеком. Он много времени жил в Париже. И Шагал, он хотел очень быть поближе к нему, потому что он понимал, что через него он может попасть в Париж. Но они не сошлись характерами, потому что, ну, по-честному, Бакст считал искусство Шагала таким приземленным, близким к фольклору. А Бакс был таким эстетом, был таким, ну, чуть-чуть манерным, манерным, да. И, в общем, у них отношения не сильно сложились. Но все равно профит Шагал от обучения у Бакста получил. Во-первых, он там познакомился благодаря, в этой школе, да, и благодаря общению с Шагалом, благодаря погружению в эту тусовку, он познакомился с искусством Мане Клода и Эдуардом Мане, потому что в этот момент была выставка Золотого Руна, куда привезли этих художников. Так бы просто Шагал не попал, он бы не знал, что это происходит в контексте того окружения, которое у него было вначале. А так он как бы вошел в круг тех людей, которые его познакомили с Сезаном, например. Для него Сезан тоже очень большое значение имел. Он благодаря, опять же, этой тусовке, этой выставке Золотого Руна увидел Матисса, вдохновился его цветом. Бакс предложил ему уехать в Париж в качестве подмастерья, чтобы тот помогал ему грунтовать холсты. Но Шагал сказал, что не поеду. Но он же уехал все-таки в Париж. Да, он уехал в Париж. На стипендию. Да, ему... Но сначала... Почему он не хотел ехать в Париж? Он хотел ехать в Париж, но не с Бакстом, потому что не хотел грунтовать холсты. И плюс у него там еще любовь была в Витебске. Ему нужно было вернуться к своей любимой Белле. Белла Розенфельд. Да, Белла Розенфельд. Несравненная. Белла, любовь всей его жизни. Ему нужно было ездить в Витебск. Да, вот он сейчас не мог сорваться так вот и поехать в Париж. В Витебск ему надо было. А можно вопрос? Вот по поводу Беллы Розенфельд. Правда ли, что ее глаза темные стали потом как бы во всех женщинах, которых он так или иначе изображал, это были фактически ее глаза? Да, да. То есть это вот такое... Это любовь его жизни. Это первая его любовь? Это первая и самая главная любовь его жизни. Потом у него была еще одна жена, и потом была его драгоценная Вава. Он их тоже писал. Но Белла — это главный герой его картин, вплоть до самой смерти художника. И она была настоящей еврейской красавицей. Она была невероятно интеллектуально развита. Она была начитана, разговаривала на нескольких иностранных языках. Она даже хотела учиться актерскому мастерству у самого Станиславского. Но вот когда они познакомились, он для нее был таким неуклюжим простолюдином. Но как бывает, вот как мы сейчас обсуждали. Лана Ден Рэй и вот этот крокодил Дэнди. Да-да-да. Да-да-да. Что крокодил Дэнди? Джереми Дюфрэн его. Да-да-да. В общем, нашли друг друга. Вот так же и Шагалла с Беллой. У них случилась любовь. Но он все-таки после того, как съездил к ней в Витебске, решил, что ехать в Париж нужно. И выступил тут на первый план благодетель Максим Винавер, известный питерский адвокат, депутат Первой Государственной Думы. Он дал ему денег, чтобы он мог жить в Париже. И он уехал в Париж. Бизнес-новость. Это утро под серебряным дождем. Вместе с Марком Шагаллом благодаря Анастасии Постригай, которая находится у нас в студии искусствоведа, основателя Академии популярного искусства ОППАРТ и ведущего нашего замечательной программы «Минуты об искусстве». Итак, одиннадцатый Шагалл в Париж приехал. Приехал. А там красота. Там, да, там вот эти броски цвета фавистов. И он, конечно же, начал всё это впитывать. И когда изображает своих любимых животных, коров, осликов, петухов и так далее, да, он это всё делает уже в ярких, таких сочных, насыщенных тонах, синий, зелёный, фиолетовый. А до этого, если вы посмотрите его искусство, до Парижа, это были такие охристые, коричнево-зелёные цвета. Очень-очень быстро он как-то переобулся. Он, когда приехал в Париж, обосновался в Ля-Руш. Это улей, такая общага для художников. Там было много художников-эмигрантов, много еврейских художников. Там был, например, Хаим Сутин, тоже один из моих любимых художников, такой художник-экспрессионист. Хаим Сутин, он пришёл в Париж вообще пешком из Минской губернии. С ума сойти. Да. Вроде бы они должны были стать друзьями, но у Шагал, у него какой-то был свой кастинг на тех людей, с кем бы он хотел завязать отношения. Вот для него Сутин был таким простолюдином. Вот как он с Бакстом не смог выстроить отношения, потому что Бакс считал его ниже сортом человека. Вот он так, это его ничему не научило. Вот он Сутина считал, да, таким неотёсанным, простоватым. Говорил, что он ест всякую дрянь и одежду свою не стирает. Мат Шагал в Париже был настоящим франтом, хорошо одевался, значит, его хорошо спонсировали. Деньги-то были, значит, они в бедности, я вижу. Да, он всегда вот умел как-то выкрутиться, находить нужные контакты. Он ещё был в тусовке с Медельяне, Медельяне тоже еврей, но он был таким еврей-итальянец. Он был таким франтом, он большую часть времени проводил не в Улье, а на Монмартрии, и поэтому тоже вот у них отношения не склеились, потому что он был, ну, как-то вот, не знаю, тоже другого мышления. Да, это тоже слишком был какой-то такой. Он очень хотел подружиться с Пикассо, и вот в этот заезд в Париж, потому что в Париж потом он будет ещё очень долго жить, но вот в этот его заезд в Париж он с Пикассо не познакомился, хотя очень-очень хотел и просил Аполлинера, тоже вот это из одной тусовки, да, персонаж очень важный для этого времени, поэт, да, мыслитель, критик того времени. Он просил познакомить, а тот ему сказал, ты что, самоубийца? Да, все, кто дружат с Пикассо, именно так и заканчивают. Потом у них сложилась дружба, такая очень токсичная, невероятная, потому что Пикассо очень сложный. Непростой. Непростой, да. Он то хвалил Шагала за его цвет, то наоборот говорил, что этот цвет плохой, да, и в итоге они рассорились. Но это уже было, да, им было много-много лет, такие два вредных старичка. Париж оказал очень большое влияние на Шагала, это было больше влияние среды, но не сообщества, то есть он не особенно как-то там встроился, но смотрел все, смотрел фавистов, смотрел кубистов, впитывал в себя это и очень-очень изменился стилистически. В 2014 году прошла первая выставка Шагала, и она прошла очень успешно, и организатор приглашает его в Берлин, чтобы провести еще одну выставку, и Шагал говорит им, окей, хорошо, выставка в Берлине, меня все устраивает, мне нужно сгонять в Витебск ненадолго, потому что там ждет меня моя Белла. Нам нужно пожениться. И вот, ну вообще у него мотивация была увидеть Беллу, да, узаконить с ней отношения, и он должен был съездить на свадьбу к своей родственнице. И он даже не подозревал, что эта поездка затянется на 8 лет, потому что начинается Первая мировая война, и он просто не мог никак вернуться в Европу, там осталось огромное количество его картин. Он очень сильно переживал из-за своего наследия. В итоге он в июле 1915 года женится на Белле, у них потом сразу же появляется дочка Ида, и они переезжают в Петроград. И у них дела идут хорошо, потому что он хорошо продается, и там много его выставок, много проектов. И в 16-м году он участвует в очень важной выставке бубнового валета. Да, это очень статусное тот момент было событие. То есть он входит в тусовку. И к началу февральской революции в 1917 году его работы находятся в коллекциях очень известных российских коллекционеров. И он привлекает к себе внимание критиков. И его воспринимают как одного из самых значимых петроградских художников. И когда к власти приходят большевики, опять срабатывает эффективный нетворкинг Марка Шагала. Он очень хорошо общается с Луначарским, а он был тогда первым нарковым просвещением. И тот его ставит на чиновничью такую позицию. Он отправляет его в Витебск открывать Народное художественное училище. Он делает его уполномоченным по делам искусств Витебской губернии. Тот туда приезжает, и он продолжает быть художником, но при этом он чиновник. И он постоянно туда-сюда мотается по делам из Витебска в Петроград, потом в Москву и так далее. Много дел. И в тот момент, когда он там мотается по командировкам, в это училище приезжает Малевич. А Малевич, это человек, у которого очень развиты тоже были soft skills, он умел договариваться. В общем, в одну из командировок Шагала он настроил против учителя, против ректора училища всех учеников, в том числе и друга Шагала Эль-Лисицкого. И когда он приехал, он понял, что ему там уже места нет, потому что это все превратилось в академию супрематизма. Так вот Малевич подсидел Шагала. Шагал очень сильно расстроился. Невероятно, что у него даже жилье забрали. А не нужно так надолго уезжать в командировки. Особенно, когда на месте Казимир Малевич еще тот персонаж в истории русского искусства. И, в общем, в 1920 году Шагал уехал вместе с Беллой и дочерью в Москву. И потом он понимает, что ему нужно уезжать. Потому что, ну, закручиваются гайки, его искусство, оно непонятно. Потому что в этот момент, в 1920-е годы, нужен конструктивизм. Нужно искусство, которое может быть инструментом пропаганды. А у него что? Белла, летающая над городом, скрипачи с зеленым лицом, которые тоже сидят где-то там на крыше. Совсем не пропагандистское искусство. Поэтому он понимает, что он прям в духе чувствует, что нужно уезжать. И ему опять помогает Луначарский. Он ему делает документы. На выезд. Да, да, да. Это уже тогда было довольно-таки все сложно решить просто так. Только благодаря связям. И он едет в Литву. Делает там собственную выставку. И понимает, что ему нужно в Берлин. Потому что у него там его работы. Помните, да? Дело должно было там выставку. Ему, кстати, дали денег на эту поездку. Да, коллекционер Каган Шапшай. Он оплачивает всю эту поездку. То есть он всегда находил какие-то варианты. У него надо учиться. Как выстраивать свою карьеру. Отстраивался, да. И он берет с собой в Литву недописанную свою автобиографию, которую я сегодня упоминала. И там есть такая классная фраза. И он, кстати, эту автобиографию заканчивает. Вот этими строками. И, может быть, вслед за Европой меня полюбит моя Россия. И он навсегда покидает родную Витебск. И больше никогда в Витебск не возвращается. Он потом возвращается в СССР, уже будучи стариком. Но в Витебск он отказался ехать. Потому что Витебск в тот момент полностью перестроили. Он просто не хотел видеть, что стало с его городом. Это очень трогает мое сердце. Шагал из Литвы едет в Берлин. И помните, да, про эту выставку. Организатором этой выставки был коллекционер Гервард Вальден. Он оказался очень честным человеком. Он все-таки эту выставку провел без Шагала. А так как любые коммуникации были нарушены во время Первой мировой войны, Шагал даже об этом не знал. Что выставка все-таки случилась. И он продал очень большое количество его работ. И он эти деньги вложил в банк. В какой-то вклад. Но ситуацию, да, он не смог эти деньги вынуть. По причине того, что случилась инфляция. После Первой мировой войны. В Германии жил Квеймарская империя. Конечно. Ценники на хлеб-то раза в день переписывали. Да, не до того, чтобы снять хороший процент с банка. Там вообще все изменилось. Ну, к нам, перевернулось. И когда Шагал приехал, он как бы с одной стороны был суперизвестен. Его ждали. Но он приехал бедным художником. И, ну, вместо того, чтобы поблагодарить Вальдена за то, что тот все-таки сдержал обещание, взял выставку. Он же реально деньги эти вложил. Ну, все окей. Порядочно вообще поступило. Шагал не упадал в суд. Ему удалось вернуть только три картины и несколько гуашей. Да, но денег не удалось вернуть. Потому что, ну, как бы нет денег. Нет. Он быстро собрал чемоданы, взял семью и поехал в Париж. Потому что его позвал Валар. Это в тот момент один из самых успешных и знаменитых арт-дилеров. Тогда их назвали Маршан. Ему понравилось искусство Шагал. Он понял, что он может его продавать. И в Париж он приехал знаменитостью. И в 1924 году у него проходит персональная выставка в Париже. И это все. Это вот... Это успех. Это такой успех. После этого Шагал становится мировой известностью. До этого он был известен в Петрограде. А тут все. Мировая звезда. И вот 20-е годы – это самое счастливое его время. Потому что успех. Потому что любимая Белла. Любимая дочка Ида. Беллу много в этот момент пишет в таком целомудренном белом платье. В образе, не знаю, героев Шекспира. Этот период такой самый спокойный. Который он будет очень-очень долго потом вспоминать. Когда начнутся эти страшные события, связанные со фашизмом. В 1933 году в Германии к власти приходит Гитлер. И он начинает внедрять вот эту политику враждебности по отношению к еврейскому населению. В Мангейме нацисты сжигают три работы Марка Шагалова. Делают такое вот наглядное очень аутодафе. Также выставляют в окне художественной школы его картину. С подписью, да, вы платите налоги и должны знать, куда уходят ваши деньги. На покупку вот таких вот музейной коллекции произведений дегенеративного искусства. Именно в этот момент проходит выставка, по-моему, в Мюнхене под названием «Дегенеративное искусство», где был вывешен весь авангард. И Марк Шагал понимает, что опасно. А он в этот момент запрашивает у Франции гражданство и все время еще получает отказ. Из-за этого очень сильно расстраивается, получает отказ, потому что у французского правительства есть вопросики к тому, что он как-то содействовал советской властью. Ну, он был как бы чиновником, да, и поэтому у него вот этот вот след сквозил все время. Ему потом дали, конечно, гражданство. В 57-м же он, по-моему, получил как раз. Да, но пока он его не получил, он очень-очень нервничал, переживал. То есть в 24-м году случился этот триумф, в 37-м, получается, получил гражданство, но это довольно-таки долго. Конечно. Сейчас, да, иммигранты уезжают, они там получают какие-то документы и страдают, что это долго. Ну да, три месяца там долго, допустим. Тут 13 лет человек ждал. С учетом того, что он был статусным таким человеком. Он в 30-е годы очень много ездит по Европе. Он побывал в Испании, в Англии, в Нидерландах. Там он смотрит Эль Грека, Гою, Рембрандта. И, конечно же, учится у этих мастеров. Художники всегда, когда смотрят на своих коллег из прошлого, это их очень сильно вдохновляет. Его искусство, оно меняется, но все равно, да, лить мотивы в его творчестве, его азбука остается, да, на месте. И вот в этот период 30-е годы его искусство становится таким тревожным. Чувствуется это в цветовой гамме, она немножко начинает темнеть. И образы тоже такие неумиротворяющие. Это не Белла с белым воротником. Это вот Витебск, да, пустынный, в котором нет никого. Чувствуется такая звенящая тревожность. Потерянность какая-то. Знаешь, Балбар, все это право, мы не успеем даже до Америки добраться. Не успеем. Не успеем, потому что время уже подходит к концу. И мы даже, более того, не расскажем, потому что где-то известная история, как Марк шагал-то в лифте, как известно, умер, он же от сердечного приступа. Да. Поднимаясь. Ему гадалка рассказала, что он умрет в полете. Ну вот он поднимался в лифте. На второй этаж. На второй этаж в своем особняке, да, и умер. Зато нам вот тут пишут, что смотрели на Ютубе неделю назад твою лекцию, посвященную шагалу. Очень понравилось. То есть на Ютубе это можно найти. Кстати, спасибо вам большое. У меня есть роскошный Ютуб, можете найти меня в поисковике Анастасии Постригай. И как раз вот эта первая лекция в Еврейском музее, которая была летом, она там записана, смонтирована со слайдом, и вы можете ее посмотреть. Настя Постригай была в студии Серебряного дождя, искусствовед, основатель Академии популярного искусства, ОППАФТ и ведущая нашего проекта «Минуты об искусстве». Настя, спасибо тебе большое, хорошего дня. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо.